Да, мы прямо сейчас начинаем, Алена, все, давайте, уже народ собрался, да, презентации у нас загрузились, да, вот, теперь немножко по формату вебинара, да, значит, у нас вебинар рассчитан примерно на час, значит, сначала выступает Алена, потом я, отвечаем на вопросы мы по порядку, все вопросы, пожалуйста, пишите вот на вкладочку «Вопросы», то есть общий чат, а справа там вкладочка «Вопросы». Дальше, значит, что касается настройки звука, если вы наведете на изображение мое или Алены, вы сможете отрегулировать звук, да, все, замечательно, да, значит, что теперь? Я сейчас у себя настрою чуть-чуть звук, да, я отключаюсь и передаю слово Алене. Алло, слышно ли меня? Я не понимаю, насколько хорошо меня слышно. Да, все, отлично, спасибо большое. Ну что ж, рада всех приветствовать, добрый день, у нас уже день в Екатеринбурге, вторая половина дня. Я представляю торговую площадку «Пульсцен», кто-то с ней знаком, так я понимаю, это примерно половина участников вебинара, кто-то нет. Ну и у меня есть как раз 20 минут, чтобы рассказать о том, что такое торговая площадка в интернете в принципе и как с ее помощью можно привлекать новых клиентов для себя, ну и там, соответственно, получать прибыль. Какие-то вещи будут, безусловно, полезны, вы ими сможете пользоваться не только для того, чтобы эффективно размещаться на «Пульсе цен», но и на любой другой торговой площадке, потому что я расскажу о том, как выбрать правильно, на что обратить внимание, ну и как хорошо оформить свои товары или свои услуги. Если у вас есть вопросы, пишите в чат, после презентации я на что смогу отвечу, если не смогу здесь сейчас ответить, ну или там времени не хватит, то мы обязательно ответы на все вопросы вышлим. Итак, мой рассказ будет о том, как поймать клиентов в сети интернет, потому что в будущем останется только два вида компаний, те, что в интернете и те, что вышли из бизнеса. Мы «Пульс цен» полностью придерживаемся этой точки зрения, поскольку 20 лет назад мы начали в Екатеринбурге с тоненького нарезографии сделанного справочника, а сегодня мы большой федеральный портал с посещаемостью более 7 миллионов уникалов и там это цифра динамическая. Итак, как выбрать эффективную торговую площадку, на что нужно обратить внимание? Во-первых, на рейтинге счетчиков, на хороших площадках, как правило, они открыты, ну и самый популярный в России это Love Internet, конечно, конечно, Top Mile и Rambler. Значки здесь вы видите на презентации, кто вдруг не знает. Если нет, то обычно внизу сайта слева или справа есть эти ссылки и можно по ним перейти, собственно, и посмотреть, сколько посетителей, откуда они приходят. Я вижу, что пропал звук, у меня все хорошо. Еще у кого-то звук пропал? Алло, слышно меня? Иван, можешь мне обратную связь дать? А, слышно, все, спасибо большое. Следующее, нужно обратить внимание на позиции в поисковых системах по своим запросам. Заходите в Яндекс или заходите в Гугл, набираете название своего товара или услугу именно так, как вас ищут покупатели. Соответственно, все площадки, которые на первом, ну там, не знаю, в топ-10 выходят, по вашим запросам вам гипотетически могут подойти вам для того, чтобы разместить свои товары. Следующее, нужно зайти на эту площадку и посмотреть, какие компании там уже размещаются. Если есть компании из вашего города или там компании с вашего региона, компании, которые продают такой же товар, ну, наверное, им это интересно, наверное, размещение там эффективно, значит, оно может быть эффективным и для вас. Ну, алгоритм здесь простой. Чем больше таких же компаний, как ваша, кто продает уже товары на торговой площадке, значит, для вас тоже там найдутся клиенты. Ну, четвертое, это, конечно, известность площадки, ну, известность, собственно, совокупный результат по предыдущим трем позициям, ну, и то, что вы знаете о площадке в офлайне, говорят, не говорят про нее, размещаются, нет там ваши коллеги, ваши партнеры и так далее. Ну, собственно, я считаю, что я имею право утверждать о том, что пульс цен именно такая торговая площадка, потому что мы на рынке B2B продаж уже 20 лет работаем. Ну, я хочу обратить внимание, что мы сейчас говорим, ну, там, в большей степени я буду говорить, конечно, про B2B продажи, бизнес для бизнеса, но и информация подойдет, в принципе, если в сфере ваших интересов клиенты частные лица. Мы на сегодняшний день номер один промышленный портал в Рунете, по данным, опять же, TopMile.ru, по итогам сентября месяца 7 миллионов покупателей пришли, ну, более 7 миллионов пришли на пульс цен, что-то выбирали для себя. И сегодня у нас зарегистрировано 509 тысяч компаний по России и странам СНГ, и они продают 2, ну, почти 3 миллиона товаров. Здесь вот, ну, примерно, представлено лицо портала Пульс Цен. В чем принцип работы вообще торговой площадки? Он очень простой и понятный, ровно такой же, какой в обычных магазинах, но только это такой онлайновый магазин. Снабженцы, вернее, производители и поставщики размещают свои товары на платной или бесплатной основе, а снабженцы, специалисты по закупу приходят на площадку, выбирают, ищут, покупают, связываются с поставщиками, находят своих партнеров. Небольшое исследование, которое мы провели в июне прошлого года по рынку металлопроката, но эта ситуация похожа на то, что на многих других рынках, на промышленном и строительном сегменте происходит. Мы взяли в Яндексе топ-100 коммерческих запросов по металлопрокату, то есть это были среднечастотные и низкочастотные запросы, запросы со словом «купить», «оптом» и так далее, то есть те запросы, по которым нам было понятно, что люди либо что-то конкретное ищут, либо хотят приобрести. Мы посмотрели, куда по этим 100 запросам были совершены переходы. Вот всего было 4,6 миллиона покупателей, и они распределились следующим образом. 77% из них перешли на всего 7 сайтов, и это были сайты торговых площадок. 13% перешли на 10 сайтов, это были узкоотраслевые сайты, которые были посвящены только металлопрокату. И всего 10% посетителей перешло на 41 сайт, это сайты металлотрейдеров были и сайты, собственно, компаний-производителей металлопроката. Ну, что свидетельствует о том, что, собственно, покупатель приходит туда, где есть выбор, туда, где он может посмотреть, сравнить, выбрать, увидеть предложение не от одной компании, а от нескольких. Это, безусловно, мультибрендовые площадки, торговые площадки типа Пульсцен, которые вкладывают деньги непосредственно в то, чтобы привлечь на свою площадку большое количество целевой аудитории. Дальше я расскажу о том, что делаем мы для того, чтобы привлечь эту самую целевую аудиторию, ну и о том, что должна делать любая торговая площадка для того, чтобы это случилось. Ну, а этот слайд о том, как все-таки отличить, подходит эта площадка и нет по внешним признакам. Я уверена, что многие очень зарегистрированы на всяких разных всевозможных сайтах. Где-то это просто карточка предприятия, где есть ваши данные, но на торговых площадках обязательно должна быть возможность присвоить собственное доменное имя. У нас, например, это компания.пульсцен.ру. Должны быть гибкие настройки сайта, возможность свои шаблоны цветовые, разместить логотипы, настроить меню такое, какое вам нужно по тем признакам, которые вам нужны. Опубликовать большое количество товаров, ну и также всякую другую прочую информацию про акции, про новости, видео, выложить в полный прайс-лист. Тогда можно говорить о том, что это сайт. Ну и дальше как раз то, что я обещала, несколько слайдов о том, что мы делаем для того, чтобы привлечь покупателей на товары наших клиентов, ну и что должна делать торговая площадка, чтобы это сделать. Самое первое, что мы сделали, создали продающий шаблон для сайта. Вот у меня здесь на слайде, я не знаю, хорошо видно или нет, два примера. Справа это пример компании, как выглядел ее собственный сайт в тот момент, когда мы стали с ними сотрудничать. А слева, слева то, как выглядит сайт этой компании на пульс цен. Ну поскольку у нас на торговой площадке основная задача это сбыт, то вы увидите, что на главной здесь, в отличие от родного сайта компании, конечно же товары компании. Вот слева подробный рубрикатор, ой, справа, простите, подробный рубрикатор со всей номенклатурой товаров, предложение об акциях и, конечно, как можно больше информации с контактными данными, чтобы из любой точки сайта клиент, конечный покупатель мог позвонить компании и сделать заказ. Второе, что мы сделали, оптимизировали сайт предприятия под поисковики. У нас действительно основной трафик на торговую площадку приходит из поисковиков. И, опять же, я не понимаю, насколько хорошо видно, но здесь приведен пример той же компании, которая была на предыдущем слайде. Они имеют порядка тысячи уникальных посетителей на своем сайте на пульс цен. И это все благодаря тому, что торговая площадка является трастовым доменом, то есть поисковики ей доверяют, ну и, соответственно, вся информация, которая оказывается на трастовом домене, гораздо быстрее индексируется поисковыми системами, быстрее оказывается в какой-то топовой органической выдаче. Следующее, что должна сделать площадка, это организовать структуру сайта, таким образом, чтобы он был удобен, опять же, для поисковиков, чтобы роботам было удобнее находить нужную информацию. Ну и, соответствующим, таким же образом организовать шаблоны страниц. Следующее, товары, я вижу очень много комментариев в чате по поводу того, что там реклама портала, да, безусловно, презентация моя коммерческая. Ну, это единственный пример, на котором я могу объяснить, как работает торговая площадка, потому что мне доступны были все примеры. Но, в принципе, любая торговая площадка работает абсолютно тем же самым способом. Вот. Третье, что должна сделать торговая площадка, мы размещаем товары у себя на страницах в рубрикаторе, и, соответственно, уже на эти страницы привлекают как можно большее количество трафика. Эти страницы интересны конечному потребителю, потому что там сосредоточено большое количество товаров, они могут выбрать, могут сравнить цену. И здесь же расположены номера телефонов. Ну, вот здесь вот, если вы увидите, такая табличечка онлайн говорит о том, что продавец сейчас находится в онлайне, и, собственно, ему можно позвонить или написать прямо сейчас. Ну, и главное, что должна делать торговая площадка, конечно, приводить трафик к целевой аудитории с помощью органической выдачи в поисковике и с помощью директа. Ну, и несколько слайдов о том, что сделать вам у себя на сайте, на торговой площадке или, может быть, на своем, для того, чтобы ваши товары могли привлекать как можно большее количество целевой аудитории. Торговая площадка приводит клиента, и это ее задача. Задача компании уже непосредственно продать клиенту то, что он ищет, создать уникальный контент и следить за актуальностью ассортимента. И самое главное, быть на связи. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, очень часто бывает так, что даже когда мы начинаем мониторить телефоны своих клиентов, которые говорят, что нет, допустим, отдачи от размещения на портале, оказывается, что там либо телефоны недоступны, либо ответ на письмо приходит в течение 3-4 дней. Для клиента, безусловно, это важно, если не последовал ответ тут же, то он будет искать услугу или товар в другом месте. Ну и несколько таких абсолютно простых правил. Первое, нужно давать покупателю то, что он ищет. Тот, кто действительно что-то ищет в интернете, он всегда об этом сообщает, добавляя какие-то слова коммерческие, например, купить оптом или цена, или ищет абсолютно что-то конкретное. Здесь приведен пример не просто трубка ПВХ, а трубка ПВХ для опалубки. Или если это какая-то труба, то она там с какой-то определенной маркировки. Ну и тоже касается абсолютно любых оборудований и любых материалов. Ну и самое главное, о чем нужно помнить, что поисковики лучше показывают уникальные, менее популярные ответы. Безусловно, как правило, очень лень писать описание товаров, какие-то уникальные придумывать из головы. Проще всегда скопировать, например, у дилера, у какого-то крупного, либо на компании производителей. Но чем больше одинаковых ответов, тем меньше шансов, чем больше, вернее, описание вашего товара схоже с описанием товаров других компаний, тем меньше шансов, что именно его покажут в органической выдаче. Как правильно подобрать название для своего товара? Есть очень простой инструмент в интернете, в Яндексе, а именно в Яндексе. Называется OnwardStat Яндекс.ру. Здесь абсолютно точно указан адрес этого ресурса, этой страницы. Вы можете зайти туда, забить название своего товара и увидеть, как именно пользователи ищут подобный товар. Здесь приведен пример лист стекломагнивый, я набирала в Вордстате. И, например, подходящим названием для моего товара мог бы оказаться лист стекломагнивый от производителя, стекломагнивый лист премиум, Китай и так далее. Те, кто хотят купить, как я уже сказала, ищут что-то конкретное и искали они примерно по таким запросам. То есть также я могу, например, раскопировать свой прайс-лист и понимать, что придумывая 4 названия вместо одного для своего листа, у меня увеличится количество точек входа на мой сайт, увеличится количество товаров и, как следствие, количество людей, которые смогут посмотреть мое предложение, заинтересоваться и позвонить. В описании товара в данном случае есть аббревиатура у листа стекломагнивого и СМЛ. Обязательно нужно его упоминать тоже в описании товара, для того, чтобы на товар могли прийти те люди, которые ищут лист стекломагнивый и забивают в поисковике, и те, кто забивает просто СМЛ. Ну и несколько элементарных советов о том, как сделать контент уникальным. Действительно, наши клиенты часто нам говорят о том, что труба у нас у всех одинаковая или какой-нибудь станок у всех одинаковый, а вы просите, чтобы описание было уникальным. На самом деле сделать это просто. Во-первых, нужно на каждой торговой площадке максимально заполнять количество товарных страниц, подбирать правильные названия, описания и картинки, как я показывала, например, пользуясь Wordstatом или какими-то другими подобными ресурсами. Обязательно указывать цену. Мы исследуем постоянно поведение своих посетителей и количество перекликов, вернее, по товарам, у которых указана цена, если сравнивать с такими же, где нет, цены в несколько раз больше. Это связано с тем, что в интернете большое количество информации, безусловно, человеку лень совершать какие-то следующие телодвижения, поднимать трубку телефона или писать письмо о том, чтобы узнать, какая цена, потому что цена, как правило, это критерий первого выбора. И следующее, необходимо использовать максимальное количество рубрик. Как правило, каждая из торговых площадок предлагает огромное количество рубрик. Если вы продаете строительные материалы, например, то можно и нужно использовать абсолютно все рубрики, которые будут содержаться в этом большом массиве информации. Например, с тем же листом ПВХ можно использовать просто в листе ПВХ, разместить в такой рубрике, а можно разместить в рубрике по использованию, например, в отделке. Ну и необходимо заполнять все разделы клиентского сайта, который вам предлагается. И самое главное, что нужно сделать, помочь покупателю сделать выбор в вашу пользу, чтобы ему осталось уже только позвонить и договориться с вами об объемах. Первое, о чем можно и нужно писать, это о количестве довольных клиентов, которые есть у вас, о сервисах дополнительных, которые вы предоставляете, похвалить, рассказать о качестве ваших поставщиков, привести какие-то примеры выполненных работ, если это рынок услуг. Ну и, конечно же, рассказать об опыте работы в отрасли. Может быть, даже поделиться информацией о специалистах. Потом, если вы помните, то свою презентацию я начала как раз о том, что мы работаем на рынке B2B-продаж уже 20 лет, и это, безусловно, плюс. Мы понимаем, как работает рынок, что покупают, когда покупают, в какие сезоны, как лучше сделать так, как лучше написать о товаре так, чтобы его купили. Ну и если вы правильно оформили свой товар, то вы с большой долей вероятности попадете в органическую выдачу Яндекса. Вот здесь у меня пример по видеонаблюдению, по камере видеонаблюдения. По запросу этот товар в Екатеринбурге выходит на третьем месте, и это прямая ссылка, собственно, на карточку товара, которая расположена на поле СЦ. Ну и небольшой пример нашего довольного покупателя, всего их у нас более 5000 на сегодняшний момент, это покупатели из Ростова-на-Дону, они занимаются металлопрокатом. На сегодняшний день они имеют до 300 звонков в месяц после размещения на торговой площадке, и что обходится им примерно, из чего они получают примерно 50 клиентов за 3 месяца новых, которые приходят с пульса цен. Естественно, что большая часть из этих клиентов – аудитория возвратная, которые могут потом сделать еще одну или несколько покупок. Ну, собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Я сейчас просмотрю, вот пытаюсь смотреть чат, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, для пульса цен. Может, не могли бы вы их повторить в чат, чтобы я смогла ответить. Ну и несколько слов о том, что начать размещаться на любой торговой площадке можно совершенно бесплатно. Всегда есть пул услуг, которые можно получить бесплатно. Просто зайти, оформить сайт своей компании, оформить красиво товары и получать эффективность. Вопрос о том, одинаковы ли шаблоны магазина на нашем сайте у всех, и можно ли использовать шаблон для себя. Переносить блоки, убирать, если нужно. Ну вот в полном объеме нет, переносить, убирать, если нужно – нет, но какую-то довольно большую часть дизайна вы сможете перенести. Ты, наверное, более детального разговора заслуживает, чтобы сориентироваться, какой у вас сайт. Ну и там, наверное, вам просто нужно зайти на пульс цен и посмотреть, какие там есть возможности. Я не очень понимаю просто, что вы имеете в виду под блоками. Про перемены местами. Есть ли смысл розницы размещаться? Вы знаете, по разным городам совершенно разная ситуация. Все зависит все-таки от предложения, от товара. У нас есть клиент на Урале, который после размещения на пульс цен открыл магазин. Они до этого просто продавали из офиса в цокольном помещении только оптом. И есть довольно неплохие примеры, особенно по центральному федеральному округу, вплоть до уборки территории в Петербурге. Сейчас первое, что мне пришло на память. Я, конечно же, могу ручаться за B2B-сегмент. B2C-сегмент нужно пробовать. Если все будет оформлено хорошо, то сайт сможет довольно неплохой трафик генерить. Но опять же, если ваш товар очень массового спроса, и вы понимаете, что ваш товар ищет в интернете, большая вероятность, что вам будет эффективно на такой площадке разместиться. Сделайте общий доступ электронной почты покупателей. У нас есть в разработке такой сервис. В какой именно момент он будет доступным, я не смогу вам сказать, но мы над этим работаем. Подождите секунду. Вопрос о том, если только один товар, например, мы продаем форель, как ее расписывать, если будет только один товар, это плохо? Да, если будет один товар, это плохо. Все дело в точках входа, собственно, которые можно, которые и обеспечивают большое количество посетителей. В любом случае, возможность есть увеличить, размножить ваши товары. Но там один из способов я уже показывала. Можно поработать с нашими контент-менеджерами, позвонить по телефону. Он был в презентации 8 800 191 91. Технические специалисты помогут вам размножить ваши товары. Зависит ли от конкурентности запросов? Да, зависит эффективность от конкурентности запросов. Безусловно. Чем больше спрос, чем больше предложений, тем более разный эффект, как в обычной торговле. Что дает приоритет товара в рубрике и что размещать в приоритете? Приоритет в рубрике – это платная услуга, есть несколько пакетов. У меня уже время, да, Иван, закончилось? Иван. Ну, да, 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 мы плавно уже переходим, чтобы все успели. Приоритет в рубрике – первое, это качество пакета, они коммерческие. Есть платиновый, золотой, серебряный и бесплатное размещение. Соответственно, такой приоритет и есть. Это первое. Второе – это принадлежность к родному региону. Например, в Москве товары из Москвы будут индексированы, будут выше в выдаче, при одинаковых условиях, чем товары из других регионов. И третье – это актуальность товара. То есть если у вас с вашим конкурентом все сделано одинаково, но вы обновили свой товар на минуту позже, то есть он у вас на минуту свежеет, а вы будете в рейтинге выше. Ну и, как я уже сказала, спасибо большое за вопросы. Я на все обязательно отвечу, а не разошлем ответы на эти вопросы. Ну и, собственно, заходите на пульс цен, звоните по телефону, если вдруг что-то непонятно, мы с удовольствием расскажем, как эффективно разместиться у нас. Спасибо большое. Так, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Так, я попрошу написать в чат, вот, слышно ли у меня сейчас просто пульсик напишите, чтобы мы еще разок проверили. Так, слышно, да? Вот, значит, смотрите, по организации вебинара, да, я сейчас расскажу свою презентацию, да, Алена у нас доступна, задавайте ей вопросы, она может там письменно их ответить. Специально для Андрея Макарова мы обязательно ответим на ваш вопрос, да, вот сейчас Алена освободилась, она ответит, да. Если вопросы какие-то останутся без ответа, мы обязательно их разошлем, вот, и сами вопросы, и ответы, и запись чата, и также записи вебинаров, ссылочки разошлем, записи будут и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и на Ютюбе. Вот, значит, продолжаем, да, а теперь про мой склад. Угу, значит, по поводу громкости и всего остального, значит, наводите на картиночку с моим изображением и регулируете звук, там появляется такой ползуночек. Тише, громче, соответственно, левее, правее. Что касается презентации самого моего склада, да, кто мы такие вообще, чем мы занимаемся, для чего мы нужны, да, я как раз сейчас об этом расскажу, да. Сейчас сделаю чуть-чуть тише звук, да, чтобы у нас не хрипел микрофон, да, сейчас вот чуть-чуть, да, вот сейчас должно быть нормально. Вот, все, звук я поубавил, чтобы не хрипело. Вот, замечательно. А продолжаем, да. Мой склад, кто мы такие, куда мы идем, и зачем вообще все это нужно. Мой склад – это облачный сервис управления торговлей. Сайт у нас мойсклад.ру называется. Здесь на слайде скриншот. Дальше. Что еще можно сказать? Мы работаем с 2008 года в коммерческой эксплуатации. Были одним из первых сервисов облачных именно в России. А у нас на данный момент больше 2000 компаний-заказчиков, которые активно с нами работают. То есть в компании у нас порядка 5-7 человек работает, если брать среднюю компанию заказчика. А если вот смотреть нашу компанию, да, сколько вообще у нас человек, то порядка 25 работает у нас и программистов, и продавцов, продвиженцев и руководства туда тоже входит. Значит, по поводу ползунка, да, по поводу ползунка. Наводите на видео с моим изображением. Вот. Когда появится вот этот ползунок. Дальше. Что вообще такое мой склад? Мой склад – это программа. Это программа, это программное обеспечение. И даже если у вас нет собственного склада, это не значит, что вы не должны пользоваться программой. То есть мой склад – это программа для учета товара. Приход, расход, продажи. Вы можете просто перепродавать товар и пользоваться учетной программой. Так, хорошо. Все, все, отлично слышно, да. С ползунком не разобрались. Значит, в следующий раз будем делать инструкцию по пользованию сервисом вебинаров, да, ее заранее рассылать, где чего, как регулировать. Значит, поехали. Что такое учетная вообще система? Да, мой склад и любые другие, в том числе 1С. А вот сейчас затронем интересную тему, да. Вы продаете, вы закупаете, вы чем-то торгуете. И вам вот эти штуки, метры, килограммы, граммы, да, нужно учитывать. И еще нужно учитывать тех людей, которые у вас это покупают, которые вам это продают. Тут, теперь, значит, учетная система нужна каждый день, да. По нашим вот оценкам мы работаем с малым и средним бизнесом. Это компании, у которых работает от одного, если это ИП, до 70 человек, а если это какое-то ООО, да, такое среднее. Вот, значит, компании работают с различным софтом, но вот единственный критерий, с которым можно оперировать в случае учетной системы, самое простое, это количество заказов в день. Если у вас количество заказов в день менее 15, то, в общем-то, вы спокойно можете учитывать это в голове, или на бумажке, или в том же Excel. Ну, реальность такова, что до 15 заказов в день вы и так справитесь. Как только начинается у вас рост количества заказов, или вы нанимаете второго человека, ну, если у вас там большой отдел, естественно, вам нужна учетная система. Что касается сервиса «Мой склад», управления торговлей и всего остального. Систему выбирает каждый сам, но основное отличие вот сервиса «Мой склад» и ему подобных, да, они проще, чем 1С. Вы можете освоиться с любым сервисом онлайн, да, в том числе «Мой склад», без специального какого-то образования. То есть, вы вот начинаете работать и работаете. Второй плюс огромный, да, в том, что все вот эти сервисы, они не устанавливаются на компьютер, не надо ничего устанавливать, не нужны какие-то системные администраторы и все остальное. Значит, по поводу бесплатности программы и всего остального расскажу в конце презентации. Да, у нас есть и платные, и бесплатные версии. Расскажу, когда, чем можно пользоваться. Вот чуть-чуть подождите. Так, рассказал, да, по поводу схемы работы, да, вот что касается сайта, торговой площадки, CRM, учетной системы. Вот учетная система – это то место, куда загружаются все данные, которые вы потом смотрите и уже начинаете принимать какие-то решения. Мы там работаем хорошо, работаем плохо, покупаем много, продаем мало, да, или наоборот у нас все хорошо. И вот на данной схеме у нас есть связь и сайта, и бухгалтерии, CRM, и анализа продаж и всего остального. На следующих слайдах расскажу подробнее про каждый вот из пунктов. Так, продолжаем. Задача учетной системы. Ну, естественно, это обработка заказов. И если вы опт, если вы розница, если интернет-магазин или только начинаете, то вам нужно обрабатывать заказы. Что касается заказов и времени обработки заказов, вот на что нужно обратить внимание. Заказы нужно обрабатывать вовремя. Для этого их нужно регистрировать, нужно их потом быстро обрабатывать, то есть закупать у поставщиков, вовремя оплачивать и все такое. Дальше. Значит, что касается анализа какого-то продаж и статистики. Вы собираете данные в любой учетной системе, в любой учетной системе. Потом смотрите на эти цифры и принимаете решение. Вот то, что вы видите, это хорошо или плохо. Когда вы наберете данные за какой-то период, там, три месяца, полгода, год, вы их начнете сравнивать, и уже у вас более объективная оценка будет, что вот этот октябрь лучше, чем прошлый октябрь, прошлого года, или он хуже. А что мы делали тогда, а что мы делаем сейчас. Что касается, значит, обработки заказов. Заказ вы можете получать разными способами. Вот один из способов, простейших способов получения заказа, это вот размещение информации о своей компании, о товаре на торговой площадке. Он самый быстрый, простой, он самый эффективный, и, в общем-то, требует минимальных каких-то затрат с точки зрения возможности того, кто это делает. То есть, это вот простой сервис, такой же похожий сервис, как и наш, но для размещения информации о своей компании и получения заказов. Как только вы заказ получили, по телефону, по почте, неважно как, вы должны его зафиксировать и подтвердить. Подтвердить, то есть, позвонить или написать вот этому вот товарищу, который разместил заказ о том, что да, все хорошо, у нас этот товар есть или нет, мы его закажем. То есть, сразу учетная система должна сказать вам о том, что вы можете продать этот товар или нет. Если вы можете продать, дальше оформляете документы, то есть, выбираете систему, по которой вы работаете, предоплата, постоплата, извещаете об этом покупателе, и уже, когда договорились о способах и сумме оплаты, уже передаете все в службу доставки. Потом вы собираете, естественно, у службы доставки деньги, у службы курьеров, если они у вас есть, выручку или возвраты. Вот нас часто спрашивают, что лучше использовать, свою курьерскую службу или, скажем, у своих курьеров или курьерскую службу. Ну, в общем-то, все очень просто. Если у вас много клиентов по округе, ну вот вы там в крупном городе находитесь, или в каком-то районе, в центре, то, естественно, у вас должны быть свои курьеры, с которыми вы напрямую взаимодействуете, они быстро реагируют. А как только у вас идет доставка в другой город, в другой регион, вы работаете по стране или с СНГ, там, естественно, нужны службы доставки. Это и проще, и дешевле, и вам же будет удобнее с ними работать. И у клиента будут какие-то гарантии, гарантии, что ему привезут. Вот. То есть, и то, и то нужно использовать. В каких объемах, вы уже решаете сами. Так, значит, смотрите, еще такой интересный момент по поводу 1С и моего склада и всего остального. Значит, у нас 1С является нашим стратегическим инвестором. То есть, все те технологии, которые мы используем, которые вы видите в нашем сервисе, они, вот, такая крупная компания, как 1С, в них поверила и нас проинвестировала. Вот. Это вот официальная информация. У нас есть и пресс-релизы на сайте, и на сайте 1С есть пресс-релизы. Это было год назад. Вот такая вот история. Так, значит, что касается сервиса, да, и что касается вебинара, да, что касается возможностей сервиса, вот на следующих слайдах я как раз все это расскажу. По поводу выполнения заказов клиента вовремя. Что можно делать? Вы фиксируете время поступления заказа, оно автоматически фиксируется в любом сервисе, да, в том числе в моем складе. И дальше вы меняете какой-то статус и все остальное. Значит, что касается самой презентации, да, вот сейчас еще технический момент, да, напишите, пожалуйста, в чат, видно ли мою презентацию сейчас. Видно, да? Все замечательно. Ага, хорошо, да. Значит, презентацию видно, звук есть. Вот я периодически спрашиваю, да, по поводу скриншота, да, значит, скриншот я чуть-чуть сейчас увеличу. Вот. Все вот эти скриншоты, они сделаны из программы мой склад, из нашего сервиса, то есть при желании можно просто зайти и посмотреть, как это выглядит. Вот. Позвращаюсь к презентации. Значит, смотрите, выполнение заказов клиентов вовремя. Это отслеживается очень просто. Время поступления заказа, время смены его статуса или время его обработки. Это тоже фиксируется. Фиксируется оператором, который делает. А что касается различных исследований ТНС и вот других этих агентств, сейчас среднее время обработки заказа по России составляет 4 часа. Вот. Если для крупного опта и такой большой розницы, да, это еще нормально, да, 4 часа, то вот если мы возьмем малый такой бизнес, да, или интернет-магазин, то там люди просто не готовы ждать столько времени, да. То есть, если вы возьмете интернет-магазин, сделаете там заказ и вам в течение там 50 минут не приходит там смс-ка, звонок или письмо, да, вы вот по определению считаете, что что-то у них не то, да, пойду-ка я в другом месте посмотрю. То есть, время реакции на заказ очень важно. И оно должно быть минимальным. Ну, чем крупнее компания, тем крупнее заказы, тем, естественно, у вас дольше обрабатывается заказ, да. Ну, вот первоначальная реакция даже на крупные заказы, она должна быть очень быстрой. Что касается розницы, да, у нас есть отдельный интерфейс, специально розница, для продавцов в зале. То есть, это такая касса онлайн, в которой продавец ходит. Касса – это программа, загружается на любой планшет. Вот очень такое мнение есть, да, зачем вообще вот продавцам раздавать планшеты, да. Значит, что касается, что касается самой розницы, да, планшеты бывают разные. Бывают планшеты, как бы, дорогие, да, а бывают дешевые китайские планшеты, которые вполне себе нормально работают, стоят они 6-8 тысяч рублей. И когда продавец с ними ходит по залу, вот, то замечательно все это смотрится, да, и продавец быстро оформляет заказы. Так, продолжаем, да. Что касается доставки. Есть различные способы доставки. Собственные курьеры, самовывоз, и вот все остальные. Наш сервис позволяет печатать маршрутные листы, печатать любые документы для служб доставки, даже собственные. И что касается взаиморасчетов с курьерами и службами доставки, есть специальный отчет, в котором вы сможете отследить вот по этим заказам, по доставкам, кто куда съездил, кто что отвез, и сколько ему, самое главное, за это заплатить. Что касается чека и планшета и всего остального. У нас в новом году будет решение, которое позволит подключать фискальные регистраторы. То есть сейчас можно печатать товарные чеки. Ну, товарный чек это просто бумажка, да, максимум, что вы можете поставить, на нее это печать. Вот. А что касается именно фискальных регистраторов, которого чек, официальный документ, который зарегистрирован, то это вот появится в новом году. Так что я вас призываю обратить на это внимание. У нас, конечно, будет и рассылка, и все остальное, но вот я так сейчас проанонсировал это все. Так. Теперь, что касается складского учета. Если у вас даже нет склада, то вы можете вести складской учет в разрезе учета товаров. У поставщика, у реализаторов ваших, да, и все, что вам нужно делать, это приход и расход, да, и вы в любой момент времени будете знать, сколько у вас товара, и что вы можете продать. Что касается возможности продажи товара. Товар можно продавать уже в тот момент, когда вы его заказали у поставщика. То есть вот вы заказали у поставщика его, а он к вам идет 5 дней, вам звонит потенциальный покупатель и говорит, у вас есть товар? Вы смело говорите, да, есть, привезти сможем через 6 дней. То есть вам привезут его через 5 дней, и вы сразу же сделаете доставку. Ну, естественно, надо быть уверенным в том, что поставщик вас не подведет. И это касается именно планирования остатков. То есть товар можно продавать и в тот момент, когда он еще в пути, или только заказан. Потому что чем дольше товар лежит на складе, тем, естественно, вы больше тратите денег на обслуживание этого товара и на то место, которое он занимает. Так, продолжаем. По поводу закупки товаров поставщиков. Вы можете генерировать заказы поставщиков в сервисе «Мой склад» сразу на нескольких поставщиков одного и того же товара и разбивать товары. Очень интересная функция есть, это минимальный остаток. То есть вы знаете, что у вас товар ходовой. Например, вы торгуете столами какими-нибудь. И вы в карточке товара выставляете, что всегда у вас на складе должно быть 10 столов. Как только у вас столов становится 9, то есть меньше 10, вы из отчета сразу формируете заказ поставщику. Это очень удобно делать. Если у вас много таких товаров, то вы сразу формируете несколько заказов к поставщикам разным, в зависимости от того, какие товары кто вам поставляет. По поводу закупки я рассказал. Что еще? По поводу контроля финансов. Независимо от того, какая у вас схема оплаты предоплатная, постоплатная, у нас есть возможности, во-первых, делать отгрузки, делать счета фактуры. Это во-первых. Во-вторых, привязывать оплату к этим отгрузкам. Все просто. Если у вас предоплата, значит, вы сначала выставляете счет, делаете входящий платеж, потом делаете отгрузку. Или наоборот, если у вас постоплата, вы делаете отгрузку, а потом уже делаете входящие платежи. И в любой момент времени вы можете вывести список этих платежей, по которым не было отгрузок. Соответственно, надо их отгрузить. Или наоборот, сделать список отгрузок, которые не оплачены. и уже найти должников, напечатать акты сверки и посмотреть, что происходит у вас с самим сервисом. Что касается возможностей, у нас есть импорт банковской выписки в формате 1С, то есть как это все происходит, у вас ваш бухгалтер или хозяин, владелец бизнеса, у кого есть доступ к интернет-банку, выгружает эту выписку в формате 1С, загружает мой склад и дальше уже или менеджер, или тот, кто загружал эти платежи, раскидывает их по документам, по оплатам. И дальше начинается обработка заказов. Что касается анализа прибыльности и смысла работы с этими программами. Любая программа должна выдавать вам несколько цифр, по которым вы в любой момент времени поймете, у вас дела хорошо или плохо. Обычно это прибыльность, оборачиваемость и сколько вы заработали. Есть у нас алгоритм FIFO, по счету себестоимости, то есть все стын, все встал. Первый пришел, первый ушел. Например, пришла партия стульев по 5 рублей, потом партия тех же стульев по 5.50. Сначала вы продаете партию стульев по 5 рублей, потом только по 5.50. Вот так у нас организована эта схема. Это что касается цены закупки. Цену продажи вы можете выставить любую. То есть эти стулья, которые пришли по 5 или по 5.50, вы можете продавать и по 15 рублей, и по 16, и как угодно. Примеры, конечно, я взял с потолка. Таких у нас цен на стулья нет. Но прибыльность у вас будет разной, потому что закупали вы по разным ценам. Что касается автоматической выброски с интернет-банка. Есть у нас такие планы, это все появится. Но вы должны понимать, что не все банки дают доступ, открытый доступ к своим интернет-банкам. А ПИУ не всех открыто. То есть надо будет смотреть, какие банки мы в первую очередь будем делать, когда мы станем это делать. Будет ли ваш там банк. Следите за нашими анонсами, рассылками, мы все это покажем и расскажем. У нас в самой программе есть еще CRM, модуль учета клиентов, модуль работы с клиентской базой. Что касается того функционала, который у нас есть. У нас есть одно очень важное конкурентное преимущество от всех остальных CRM. У нас контрагенты связаны с товарами, что самое главное. Потому что у нас есть и складской учет, и учет по клиентской базе. Вот этим мы отличаемся от всех CRM, которые сейчас представлены на рынке. В том числе и западных. И когда мы делали все это, у нас CRM запустилась буквально месяц назад. У нас единственный момент, который нас побудило это делать, это именно связь клиентской базы с товарами. Контрагентов с товарами. Вот это наше конкурентное преимущество. У нас все это в одной системе. И люди, и товары. Товары покупают, товары люди покупают товары, люди приносят деньги, оплачивают счета. Вот это все в одной системе. Так. Да, да, ценные замещания от Максима. Я постараюсь чуть-чуть перестроить презентацию. Для чего нужно ввести клиентскую базу? Клиентская база нужна для одного простого момента. Для повторных продаж. Если вы привлекли клиента через торговую площадку, через рекламу, через продвижение, через собственный сайт, вы, скажем так, при первом заказе в большинстве случаев не окупите затраты на его привлечение. Все затраты на привлечение и вывод клиента в прибыльность, он возможен только при повторных продажах. То есть, вы привлекаете клиента и дальше с ним работаете. Что касается клиентской базы, как ее сделать? Это наполнение. Входящие письма, звонки, которые вам поступают, или готовую базу вы тоже можете загрузить. Что касается загрузки базы. Базу можно загружать из Excel, можно загружать из XML. Такой функционал у нас поддерживается. Всегда нужно поддерживать актуальную информацию. Для этого нужно коммуницировать с вашей клиентской базой. Делать рассылки, звонить им. Или конкретный пример, как у нас построена работа. Я сейчас рассказываю вам о том, как вообще можно работать в учетной системе. Это вебинар. То есть, вы точно так же можете сделать записи видео со своим товаром. Или записи видео о своей компании, как вы работаете, если какое-то производство. И поверьте мне, очень много людей смотрит это, и это интересно. И самое главное, они смотрят и потом рассказывают дальше. То есть, используют такое сарафанное радио. Таким образом, сняв одно короткое видео о том, как вы что-то там делаете, производство, продаж или еще какие-то варианты, вы очень сильно, скажем так, проинформируете клиента о своих возможностях. И самое главное, покажете, что вы живые люди, что вы так же работаете. И, в общем-то, вы есть, с вами можно пообщаться. Сегментация. Сегментация нужна для того, чтобы проводить вот эти вот рассылки, вебинары и все остальное для тех людей, которые вам нужны. Потому что, в общем-то, никому не интересно смотреть там ненужную информацию, там бесполезную и еще какую-то. Так, значит, что касается вот времени, да, времени у нас еще порядка 5-7 минут, да, то есть, это вот то время, на которое мы задержались за проверки, оно так и будет. Вот. И что касается полезной и нужной информации, вот я сразу хочу обратить внимание, что вот эти вебинары, которые мы проводим, да, это вебинары для того, чтобы проинформировать наших слушателей о том, что есть какие-то у нас услуги, да. И когда мы рассказываем об этом, вы уже сами решаете, нужно вам это или не нужно, пользоваться этим или не пользоваться. И особенности, что касается вот предоставления сервисов, да, в любом сервисе должен быть какой-то бесплатный период, чтобы вы попробовали. Попробовали и решили вообще, подходит это или не подходит. Что касается демо доступа без регистрации, его нет. Да, его нет, да, можно зарегистрироваться и получить сразу доступ ко всем функциям. Вот. Или просто посмотреть скриншоты в презентации. Вот так это работает. По поводу персональных писем. Из самого сервиса по базе можно рассылать письма именно с документами, то есть, печатные формы и все остальное. Разослали и все замечательно. Вот. Значит, что касается следующего слайда, да. Следующий слайд, он клиентская база звонки, да. У нас недавно появилась услуга, когда вы из карточки контрагента можете позвонить по России любому контрагенту. Да, сейчас этот сервис работает в бесплатном режиме. Мы смотрим, будет пользоваться он популярность или не будет пользоваться. И уже после определенного периода будем включать уже какие-то пакеты именно для того, чтобы можно было звонить и, естественно, коммуницировать с заказчиками через разные каналы. Под каналами я имею ввиду и звонки, и телефоны, и, в общем-то, личное какое-то общение. По поводу блока импорта, да. В нашей программе есть импорт. Есть импорт и выписок бухгалтерских. Есть импорт и клиентской базы, в том числе из 1С. И первичной документации, да. То есть, эти приходники, расходники, все это есть. И вот эти вот данные, которые у нас есть, да, вы можете ими обмениваться. С сайта, с торговой площадки товары, заказы ходят между сайтом учетной системы или торговой площадкой. И с учетной системой идут остатки, чтобы заказчики видели актуальную информацию о том, что у вас есть. Да, все это настраивается. По поводу возможности обмена, да, универсальный формат CommerceML, а также Excel, CSV, XML, да. Что касается выгрузки базы себе на компьютер. Да, в любой момент времени вы можете выгрузить базу целиком себе на компьютер и ее сохранить. GTD у нас тоже поддерживается, да, то есть, это можно все это делать. Значит, что касается подробных вопросов от XML, 1S, от Михаила, да. Михаил, вы можете прямо сейчас нам позвонить. Вот, у нас есть линия техподдержки, она вам подробно расскажет о том, как все это организовать именно на вашем аккаунте. Вот, я единственное ограничусь ответом, что вот, да, это можно сделать. А вот конкретные детали уже узнавайте у наших специалистов. Далее. У нас есть интеграция с бухгалтерией, да, то есть, всю первичку можно выгрузить в бухгалтерию. И дальше уже бухгалтер, специально обученный бухгалтер, может сдавать отчетность, может формировать там проводки и, в общем-то, работать полноценно. Также в сентябре месяце мы запустили облачную бухгалтерию от 1S, да, бухгалтерия версии 3.0. Это такой же SaaS-сервис, который вот сейчас достаточно большой популярностью пользуется, да, то есть, вы в своей бухгалтерии можете работать из любого места, где она есть. Так, по поводу внешнеэкономической деятельности, сразу хочу сказать, да, для серьезных компаний, которые вот в этом занимаются, сервис не очень подходит, да, ну вот честно, объективно, да, вот он для внешнеэкономической деятельности не очень подходит. Хотя, если у вас там небольшое количество заказов, да, до 100 в день, то можно использовать, то есть, у нас есть различные курсы валют, да, ГТД есть, и, в общем-то, с этим можно поиграться, да, но если вы вот серьезная компания с промышленными масштабами, да, вот, то скажу, что вот не очень удобно вам будет работать. Ну вот, честный, откровенный ответ. Да, вообще, зачем нужна автоматизация, да, и вообще, вот, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вам было удобнее и проще работать, да, а какими вы данными будете оперировать, да, это уже ваше дело. Чем больше данных, тем больше у вас будет поля для маневра, да, главное в них вот не запутаться. Что касается, вот, печати маршрутных листов для курьеров, да, пожалуйста, позвоните нам на линию техподдержки, телефончики на сайте, я вам хочу сказать, что печатать их можно из любого раздела, вот, из любого раздела, к которому они прикрепляются. Вот, вам просто расскажут и детально покажут, где их можно напечатать. Теперь, самый главный вопрос, да, и что можно вообще сказать про защиту данных. Вот, смотрите, вся база, которую вы загружаете, да, и на торговую площадку, и на сайт, и на любой сервис, она хранится не у вас под столом на компьютере, да, и, естественно, это вызывает какие-то вот опасения, да, а вдруг кто-то там что-то украдет и начнет торговать моей информацией, да, ну, вот, это реально так, этот вопрос возникает. Значит, предлагаю разделить его на два момента, да, первый момент, да, это внешняя угроза, да, если кто-то начнет что-то там делать, вот, внешняя угроза, да, у нас есть сертификат международный, да, все коммуникации с нашим сервисом, они зашифрованы, вот, вот, сервера находятся не в России, да, они находятся во Франции и США, да, это лучшие сервера по безопасности. В России у нас нет серверов, но, к сожалению, у нас в России еще нельзя обеспечить такой уровень безопасности, как вот в Европе и в США. Да, вот, почему на разных континентах, да, но это защита от различного рода катаклизмов, да, всяких наводнений, цунами и все такое, да, то есть, в случае чего, просто вы перенаправляетесь на другой сервер, да, вы даже этого не заметите. Значит, что касается сетка в офисе и сервера 1С, да, у нас сам наш сервис, он работает быстрее, чем 1С, но он завязан на канал интернета, да, то есть, если у вас с интернетом все в порядке или есть резервный канал, да, то, конечно, мы работаем быстрее, чем 1С, потому что мы проще, и, в общем-то, сама технология позволяет работать быстрее. Вот, теперь, по поводу внутренней угрозы, да, внутренней угрозы, вот, смотрите, ситуация такая, у вас есть ваши данные, да, или вы храните их на защищенном сервере у нас. Что интересно, да, вот, ваши сотрудники, сисадмины, да, ну, или другие там, вот, они знают, кто вы такие, чем вы торгуете, какие у вас конкуренты, и, что самое главное, о том, что такие сотрудники у вас есть, знают ваши конкуренты, и они приходят, естественно, к вам, да, и, в общем-то, могут, в общем-то, купить вашу базу, да, и ваши сотрудники, как бы это ни грубо звучало, могут ее продать, и у них есть мотивация, они знают, кому продавать, что продавать. В случае использования сервисов, да, различных, сервисов, онлайн-сервисов, вы просто учетная запись, и все ваши данные хранятся в общем массиве. Вычленить их оттуда, да, что вот эти вот, вот эта платежка на 3 рубля, это именно ваша платежка, проблематично, да, и ни один рядовой сотрудник компании, да, не имеет доступа, в общем-то, к этой информации. Он даже не знает, что вы вот работаете с этим сервисом, вот, поэтому получается такая ситуация, да, что у ваших сотрудников, да, есть и силы, и средства, и мотивация, чтобы продавать ваши данные, да, а вот у компаний, которые занимаются работой, да, с множеством заказчиков, да, у них нет ни средств, ни сил, да, и самое главное, это их репутация, да. Так, значит, что еще, что еще, что еще можно сказать, да, штрих-сканер можно подключить к сервису в розничном интерфейсе, можно подключить его в том случае, если у вас планшет или какая-то вот другая система поддерживает USB, да, то есть вот такая вот система со штрих-сканерами, да. Контакты на экране, 8495-228-0432, это телефончик в Москве, 8800-250-0432, это телефон по России бесплатный, вот, для СНГ и для всех остальных можем пообщаться по скайпу, совершенно спокойно, вот, все контакты пришлем вместе с рассылочкой. Или пишите нам на почту sales-mysquad.ru, мы обязательно с вами свяжемся и пообщаемся. Да, по поводу бронирования товара под клиента, можно так сделать, да, делается заказ, делается конкретный резерв, там прям отдельный пункт есть, вот, и дальше этот товар висит в резерве, пока вы его не снимете. Вот, то есть это можно так сделать. Снимаете резерв или продаете товар, соответственно, он списывается. Так, значит, что касается партнерских вопросов от Анатолия, да, если вы хотите распространять нашу программу «Стать партнеров», пожалуйста, пришлите запрос, адрес почты на экране sales-mysquad.ru. Мы с вами свяжемся и расскажем, как это можно сделать. Так, значит, что касается интеграции, да, с WebAssist, с Bittrex, со всеми остальными. Интеграция есть, стоимость использования от 1100 рублей в месяц минимально, да, настраивается просто. Для настройки позвоните в нашу техподдержку. Так, значит, как интеграция с пульсом цен и вообще со всеми, да. Значит, интеграция в ручном режиме пока через Excel, да, выгрузили товары, загрузили их. Вот, когда вам поступает звонок от, скажем так, заинтересованного лица, от потенциального клиента, да, вы набираете название товара, которое он говорит, и мой склад его ищет. Дальше вы смотрите свои остатки и уже можете присылать ему документы на e-mail. Вот так. Так, значит, что касается раздела, откуда писать письма. Значит, смотрите, вы заходите в любой документ, дальше нажимаете печать, да, формочка сама у вас сохраняется в Excel или в PDF, и в разделе печатной формы, которая находится в середине, снизу, там есть кнопочка «Отправить по e-mail». Вот. Можем подробнее рассказать по телефону или по скайпу. Так, значит, ну, время у нас подходит к концу, вот, так что я всех благодарю за внимание. На все вопросы мы обязательно ответим. Можете нам прямо сейчас звонить, писать или дождаться наших ответов. Трансляция записана, она будет выложена, и презентации тоже будут выложены. Все, спасибо за внимание, до свидания.